Вышел по его поручению президента внести вне изменения 275-го генерального закона о государственном оборонном заказе. Это значит, рамку поручения реализации планного мероприятия ПР-185 от 29-го года, внести на срозу к генеральному президенту Российской Федерации, который ужесточает условия исполнения государственного оборонного заказа. Подготовим проект закона за номером 763-6 о внесении изменений в федеральный закон о государственном оборонном заказе. Направлено обеспеченное защитное интересы государственного заказчика, головного исполнителя государственного заказа, предотвращение об основном повышении цен на все этапы заключения и исполнения государственного заказа. В то же время проект федерального закона за то, что я назвал, требует существенных активов и частей, обязательно раскрыть информацию о схеме копирации по государственному контракту, по ГОС, указание цен на каждом этапе для заключения государственного контракта. Требование ведения рейса к операции по каждому государственному контракту отдельно. Ведение системы полномочия у банка с необходимостью открытия отдельных счетов по каждому государственному контракту для головной исполнительной, каждому участнику операции следует отметить, что в законопроект нет ограничения по глубине контролирования кооперации, нет ограничения по цене контракта, включаемый рейстор, производимый кооперацией. На практике при наличии глубокой бюджетной системы контрольного размещения и выполнения государственного обороны заказа, это же может повлиять на совоке заключенных госконтрактов и их дальнейшего исполнения. Вот по примеру нашего предприятия в среднем заключении исполняется 10 госконтрактов и животных. Кооперации только первого уровня по исполнению одного контракта включены 50 предприятий. Перед тем, что предприятие учено второго уровня, кооперация до себя 500. Таким образом, для исполнения 10 госконтрактов, у полномочия банка необходимо открыть не менее 5000 счетов. А представьте себе корабли, представьте себе самолеты, вертолеты. Введение контроля по третьему уровню, кооперации делали до количества счетов до 50 тысяч. При этом для исполнения российского государственного контроля они те же контракты, зачастую построили однотипную продукцию. Поэтому целью оптимизации работы банковской системы контроля предлагается. Мы этот ряд продолжений обсуждали этот самый закон. Это сами с нашими коллегами из Госдумы. Я имею в виду рамку самоза машиностроителей. И хочу сказать, что мы здесь нашли точку соприкосновения, но 20 числа данный законопроект с дополнением обсужден в Государственном Думе. И планируется уже ввести его в текущем году с 1 июля. А все годы контракты сформированы, а они за одним числом должны уже воздействовать на заключенные контракты и будут требовать банки. Поэтому, чтобы отдельно не обсуждать, я представлю штабу весь пакет наших документов. Прошу на это дело обратить внимание. Прошу на это дело.